Строго по чертежу и за короткое время фрезеровщики компании Норильский Никель сразились за звание лучшего в своем деле. Задание максимально ужесточили. Выточить нужную деталь, увиденную за пару минут до начала состязания. Подробности далее. Проверяйте станки, как только вы готовы, и все дают отмашку, что вы готовы. Прямо старт, и вы начинаете. Как только вы закончили, сразу же даете отмашку, что закончится. В руках лучших фрезеровщиков компании Норильский Никель чертежи и вот такие заготовки. Какую форму в итоге они должны обрести, пока держатся в секрете. Василий Клиник уверяет, профессионалу достаточно лишь взгляда, и в голове уже возникает будущая деталь. Должна быть деталь, где спас, на всю длину идет. Вставляется что-то, и углы. Это как, может, на деталь переключается, что ли, под углом, что ли, вот так. Я должен деталь сготовить до 90 минут. Возможность посмотреть на рабочее место перед началом испытания есть. Пара минут, и старт дан. На выполнение задания у участников есть полтора часа. Нужно все сделать качественно, иначе не видать победы. Если нет замечаний, в копилку падает 40 баллов. Если же на изделии обнаружат дефекты, то можно потерять от двух до пяти. Также на окончательную оценку влияет соблюдение техники безопасности. Уже сейчас есть нарушения некоторые, незначительные, но есть. Какие? Допустим, вот участник под номером один и под номером четыре продолжают работать в перчатках, что, в принципе, по технике безопасности для станочников запрещено. Перчатками они могут пользоваться только во время настройки станка, установки режущего инструмента. Чтобы стать фрезеровщиком, нужно обладать отличным воображением и умением читать сложные чертежи и обязательно дружить с математикой. Участники этого конкурса лучшие в своей профессии, но победитель по традиции один. В этот раз им стал Сергей Козабродов, фрезеровщик механического завода компании «Норийский никель». Он не только получил 50 тысяч рублей, но и возможность впервые представлять «Северный город» на краевом конкурсе. Ольга Хохлова, 7 канал, новости 24, при поддержке телекомпании «Северный город», Норильск. Продолжение следует...